здравствуйте дорогие друзья и зрители моего канала вас приветствует галина конышева мой обещанный фильм по сатанинской скульптуре станции московского метро именно станция выставочная это местечко так называемый деловой центр архитектурная доминанта капитализма в постсоветский период это их лежбище кутузовский проспект главная дорога генсеков здесь их дома советская номенклатура также любила эти места кутузовский а ранее дорогомиловская дорога дорога милая дорога внедрение коллективного запада в москву по этой дороге въезжала марина мнишек наполеон и немецко-фашистские ребята не доехали немного мажайское шоссе ведущие от смоленки к москве была осью главного удара немецко-фашистских захватчиков в операции тайфун здесь проходит один из моих маршрутов и я ехала поснимать один объект в этом районе ближайший метро деловой центр москва-сити и станции метро выставочная до этого там никогда не была и вот приехала иду еще бородинский мост и перед выходом на него надо обойти скульптуру а я уже имею привычку рассматривать все архитектурные детали в том числе и особенно постсоветского андеграунда так как там зашифровано в основном сатанинские другие мерзкие знаки и символы и на этот раз произошло то же самое когда я вгляделась в эту скульптуру как позже я выяснила автор скульптуры эрнст неизвестный и так рассмотрим этот шедевр сразу и не понять что хотел изобразить автора вернее никак не понять я рассматривала не знала как это чудо-юдо называется вижу раздавленная так полагаю планета кора земли перемешку машины люди звери головы мешанина абракадабры мерзость расчлененка некрофилия тугла 100 нос пальцы ступни мешанина счастей тел машинах механических механизмов с роботами с головами мертвых младенцев венчается ее творение религиозные символы крест минора и пятиконечная звезда на скульптурой купол типа неба оказалось автор эрнст неизвестный и название скульптуры древа жизни но супер думаю себе деревца надо иметь очень извращенные мозги чтобы назвать это древом жизни а вы говорите собчак богомолов у них тут племенное помешательство у деятелей культурки скульптура состоит в небольшом пространстве помещения круг которые должны омывать потоки посетителей кому надо из метро попасть на бородинский мост который также выполнен в виде трубы кишки что тоже довольно странно на другую сторону к жилым домам вынуждены обходить эту скульптуру очень плотно буквально притираясь к ней потоки идут по часовой и против часовой как они любят напротив моста трубы и кишки пирамидка так вот интересная история с этой скульптурой на этой станции ее установили в октябре 2004 года и сейчас я вам покажу материал информацию то что мне удалось найти и оказалось что это довольно интересная кроличья нора которая связана напрямую и с прошлым веком и сегодняшним днем статья написана 10 августа 2016 года 12 30 древо жизни эрнста неизвестного решено не переносить музей коллизия закончилась тем что граждане которые надстроили над скульптурой этаж его разобрали рассказал представитель президента рф по международному культурному сотрудничеству михаил шведкой скульптура неизвестного древо жизни в 2004 году была установлена в торгово-развлекательном центре багратион но в прошлом году жена художника обратилась к шведкому и министру иностранных дел рф лаврову с просьбой разобраться с возникшей со скульптурой проблемой над помещением где ее установили сделали надстройку в результате чего первоначальный замысел мастера был нарушен тогда же возникла идея перенести древо жизни в один из московских музеев древо жизни сейчас является собственностью москвы московское правительство включило скульптуру состав федеральных памятников коллизия закончилась тем что граждане которые надстроили над скульптурой этаж его разобрали большую роль в этом сыграло правительство москвы в результате скульптура оказалась первоначальной композиции которая предполагалась автором рассказал шведкой и так была некая коллизия оказывается что-то не устроило жену эрнста неизвестного анну грэм которая живет в нью-йорке немного об они грэм которая на момент 2017 года судилась с единственной дочерью эрнста ольгой который старше вдовы на один год и вот страсти по наследству и кое-что об они вдове оригинала завещания нет эрнста неизвестного она сгорела есть только копия 29 ноября 2017 года 9 1 1 вдова и дочь эрнста неизвестного судится в нью-йорке из-за его наследства всю статью читать не буду анна грэм вдова скульптора ей 59 лет но вот на момент 2017 года они познакомились 1988 году в 95 году состоялась их бракосочетание эрнст второй муж анны грэм у нее есть дочь от первого брака ольга неизвестная единственная дочь эрнста неизвестного от его первого брака с художницей диной мухиной ей 60 лет живет в москве занимается изобразительным искусством зарабатывает по ее словам составлением коллекции для частых собирателей не замужем детей нет и обвинительный синдром ольга неизвестная бывающая в сша очень редко назначила своим представителем судебных делах в нью-йорке андрея крылова племянника скульптора сына его младшей сестры людмилы иосифовны оба они живут бруклине к заявлению адвоката приложен афидевит андрея рылова для несведущих поясним это письменное показание лица выступающего в роли свидетеля дается под присягой и заверяется нотариусом именно этот документ вызвал крайне болезненную бурную реакцию самой анны и близких друзей дома неизвестных в сжатом виде претензии господина рылова для экономии места я пускаю слова якобы предположительно они подразумеваются по его словам анна грэм выказывала неуважение к усопшему мужу пренебрежение к его правам здоровью благополучию а также неуважение к его единственной дочери ольги использовала продажу его работ для финансирования своего роскошного образа жизни и личной выгоды покойно не раз жаловался рылову что она его оскорбляла словесно и прибегала к рукоприкладству он лично слышал как она говорила в его адрес ругательство когда эрнсту сделали операцию на головном мозге ольга сидела у его постели день и ночь она забежала ненадолго более того после операции она била его бутылкой от воды по голове он жаловался рылову на сильную боль и отчаяние эрнст доверительно говорил рылову что хотел бы развестись с грэм но боится ее и не хочет неприятной огласки анна выгнала ольгу из дома на шелтер айленде без объяснения причин и утверждала что этот дом ее собственность этот дом ее собственность как хрупкой изящной женщине удалось так запугать могучего творца бесстрашного фронтовика который самому хрущеву дал дерзкий отпор когда я как человек знавший эту семью более 20 лет высказал андрею некоторые сомнения по поводу его утверждения он сказал что у эрнста был оказывается стокголемский синдром когда их бьют они любят заметил он с усмешкой то есть мазохист к тяжким обвинениям своего афидевита рылов добавил еще один упрек в адрес вдовы ему пришлось долго ждать прощания спокойном дядей оказывается анна замешкалась поехала покупать платье до похорон а без нее в зал прощания не пускали я собирался позвонить матери андрея людмиле иосифовне но он просил меня ее не тревожить маме 83 года она сильно пережить переживает и у нее ментальные проблемы но ольги неизвестно я не мог не позвонить я пытался с анной договориться без суда но она не предложила мне ни одной работы сказала она я жила на шелтере и она несколько раз мне указывала на дверь все время говорила что это ее дом я понимала что она в тяжелом нездоровом состоянии с ней вел переговоры адвоката не я я оставила доверенность андрею его афидевит не читала первый раз слышу эти подробности когда они приезжала москву она со мной не связывалась я позвонила сама но она сказала что занята у меня только три работы отца на полке больше ничего мне часто говорят что хотят купить работу отца но я отвечаю они все в америке обидно сидур представлен на выставке пушкинском музее а папы нет я многих вещей не знаю поскольку живу в москве но я понимаю она хочет быть полногласной владелицы она считает что все должно быть ее ну короче говоря все все в общем то так как и у всех да и вот у них у евреев у космополитов которые вот и в америке они живут и везде они живут и как бы вот у них все те же самые проблемы наследство завещание сгорело и есть только копии то есть она это та еще штучка получается вот это вот вторая жена которая ровесница дочери как обычно естественно и хочется все заполучить потому что в америке эрнст неизвестный как раз таки и был фавори почему ольга неизвестная не согласна с копией завещания и не намерена ее признавать этот вопрос я задал адвокату ольги виктории берез закон в этом вопросе дает ясный ответ если оригинал завещания уничтожен его аннулирует написала в email адвокат поэтому суды не принимают копии завещания при решении вопросов о наследстве таким образом эрнст неизвестный умер без завещания и согласно соответствующему статусу действующим и в штате нью-йорк его двое наследников должны получить по равной доле наследства ну соответственно другая сторона все отрицает и отверждает что она ангел во плоти я имею ввиду жену и все должно достаться ей но я вам не просто сплетню вычитываю а то что мы здесь выяснили анна не такая простушка она живет в нью-йорке билла эрнста неизвестного по голове то есть незадолго до его смерти несмотря на то что у него уже была там опухоль затем ему делали операцию нейрохирурги и теперь свяжем информацию раз и другую по поводу скандала на станции метро что вдова озаботилась что над скульптурой построили что-то из-за этого скульптуру готовы были перевести в музей но говорит швидкой коллизия закончилась тем что граждане которые настроили над скульптурой этаж его разобрали большую роль в этом сыграло правительство москвы в результате скульптура оказалась первоначальной композиции которая предполагалась автором но просто вдумайтесь в это деловой центр москва сити где надстроить этаж могут только очень очень мохнато лапы и граждане приближенные к самым мохнато лапом гражданам правительства не побоюсь этого слова олигархом и вдруг чтобы статуи оставить на месте махнорылы и махно лапы граждане олигархи разбирают свою надстройку этаж терпят убытки и ничего чтобы искусство торжествовала при этом вдовушка которая била мужа по башке живет в америке судится с дочерью но ее волнует художественный замысел и граждане махно лапы по стойке смирно разбирают свой этаж чтобы не застить небо древу жизни каково ну не смешно ли оказывается так важно именно здесь эта скульптура именно под стеклянным куполом хотя но в чем проблема в решении конструкции подсветку правильную и настройка не мешает так нет надо именно чтобы было сверху стекло и далее пространство чтобы над скульптурой было пространство вот я и думаю в чем секрет но это еще не все готове этот текст обратил внимание на даты смерти эрнста в сша 9 августа 2016 года а коллизия со скульптурой метро происходит за год до его смерти статья выходит через семь дней после смерти 16 августа 2016 года да еще вставлю здесь то что эрнст делал скульптуру сороса разрезал ему голову тоже не удержался любят они такие отрезанные головы даже своей как у берлиоза чем говорил булгаков так вот к чему я веду ранее когда не сильно была в их сатанинских ритуалах и законах не поняла бы ну а сейчас много чего знаем и вот мое мнение скульптура нужно здесь на небольшом круге вокруг которого ежедневно проходит масса людей особенно когда это рабочие моменты там большая численность работающей молодежи клерков служащих там тусовочное место там рядом много кафе потоки людей трутся округ постамента по часовой против часовой стрелки потому что там x экскалаторы идут вниз и вверх как раз вот восходит к этому кругу этой скульптуры возможно там есть установки которые эту энергию значит потоки людей трутся друг от друга постамента по часовой против часовой стрелки заряжая энергией эту скульптуру агавак должен идти вверх под купол и сквозь купол возможно там есть установки которые эту энергию собирает рядом пирамида там не одна пирамида думаю что это все связано с выкачкой энергии да так что когда некто узнал вот кто-то узнал о перекрытии надстройкой этого канала то заслали женушку москву вот незадолго до смерти эрнста где-то за год хотя он уже был принципе тяжело больной я думаю что ему было не до этого потому что неизвестно когда эту надстройку установили скульптуру установили 2004 году а скандал возникает 2015 за год до смерти эрнста и он уже тяжело болен значит кто-то узнал кто-то кто-то послал сюда вот эту жену в россию москву для того чтобы заняться именно этим вопросом представляете какие силы и ресурсы на это направлены и оно вообще надо судя по характеристике которую я вам зачитала человеку это было не нужно было нужно вот это наследство и скульптуры недвижимость этого эрнста неизвестного чтобы иметь роскошный образ жизни а тут вдруг она заботилась тем что там какая-то надстройка и надстройку сносит причем это все решение на уровне скандал на уровне правительства москвы все уладили и снесли постройку надстройку над этой скульптурой значит с 2004 года примерно 2014 или 2015 некто собирал гавах с этой скульптурной установки по 2015 опять же у нас даты майдана на украине совпадают и так первую часть тогда на этом потихоньку завершаем чтобы не утяжелять видео потому что дальше там тоже будет интересная логика событий судеб символики здесь доверявший безумию гений статья жизни и творения эрнста неизвестного 95 лет назад 9 апреля 1925 года родился великий советский американский скульптор лауреат государственной премии россии эрнст неизвестный вот скульптуры они у него все такого рода вот он считал что или знал он говорил что он доверяет своему безумию то есть он знал что у него безумная внутренняя суть творческая безусловно он талантливый человек потому что когда хотел он делал вполне себе реалистичные скульптуры вполне себе талантлива но выражаться ему хотелось именно вот в таких в такого рода скульптурах будущий автор статуэтки тефи орфей и монумента маска скорби магадане появился на свет свердловске сейчас екатеринбург давайте отмечать что у нас екатеринбург екатеринбург у нас гнездо либеральное в семье врача иосифа моисеевича неизвестного и поэтессы беллы абрамовны дежур еще мальчишка участвовал в различных творческих конкурсах а в сорок втором году стал учащимся ленинградской средней художественной школы при всероссийской академии художеств однако обучение азам искусства было недолгим том же году начинающего скульптора призвали в армию и после прохождения обучения в туркистанском пулеметном училище в звании младшего лейтенанта отправили на фронт с войны командир стрелкового взвода неизвестно пришел на костылях с выбитыми позвоночными дисками ушитыми легкими и выпиской нетрудоспособен нуждается в опеке прочитал ошибочную похоронку на самого себя после чего прожил еще 70 лет оставив огромный след по всему миру виде своих творений присужденный посмертно орден красной звезды выжившему неизвестному вручили через 25 лет после победы 1954 году эрнст неизвестный окончил московский художественный институт имени сурикова 1955 был принят союз художников ссср откуда его изгнали спустя 7 лет это дегенеративное искусство почему ты так искажаешь лица советских людей вот ты бы мог полюбить такую женщину кричал никита хрущев на скульптора во время своего посещения легендарной выставки московском манеже 1962 году а вы могли бы поковыряться в зубах эйфелевой башни кто вам сказал что вы разбираетесь в искусстве не верьте этому человеку он ваш враг ответил неизвестный с треском вылетел из союза художников тогда хрущев и представить себе не мог что именно дегенерат неизвестный по просьбе родственников получившего генсека создаст его нагрудный памятник вот это тоже известная скульптура но вот и опять-таки для чего я вам все это читаю потому что можете сказать что но мы сами это почитаем а потому что у меня создается впечатление что вот эта вся история которая безусловно очень многим известно том как хрущев кричал на эрнста неизвестного на его скульптуры которые действительно выглядят как дегенеративными это очень все похоже на розыгрыш некий и вот во второй части мы постараемся это понять благодарю за внимание всех с наступающим праздником великой победы красной армии над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая благодарю всех кто поддерживает мой канал всех вам благ до свидания